Лена и Галина, и сегодня у нас 6 декабря, 6 декабря, 6 декабря, как хорошо, что такой замечательный день у нас, погода замечательная, тем не менее, я очень хочу, чтобы ты мне рассказала, у меня началась серия зарисовок, мои американские друзья, и я когда говорила, я говорила, вот у меня два друга, а у Лены один, а у тебя же не один, у тебя же тоже две американские, самые близкие, вот две первые, расскажи, а потом, если в другой раз еще, потому что у меня кто-то там написал, что вы вот хвалите американцев, а подруг-то у вас американок нет. Здравствуйте, очень много. Давай начнем. А почему люди такие слыдали? Ну вот люди, понимаешь, они же не счастливые, и им обидно, что кто-то в этом мире счастливый, и им кажется, что дай-ка я перчику с солью посыплю, и будет всем хорошо, а хорошо-то не будет, учитесь дружить, и с американцами в том числе, Лен, кто первый вошел, Петти в твою жизнь? Да, я сюда приехала, когда я сюда приехала, в первый же день она постучала в дверь, у нас дома рядом, называется Next Door Neighbor, соседних домах живет. Да, сразу пришла с двумя мешочками, один для меня, один для моей дочери, там с какой-то косметикой, какие-то шампаны, ну, такие, знаешь, вот, так было приятно и вообще очень неожиданно. И люди, они очень хорошие, и она, ее муж, они сейчас на пенсии работали, они сначала учителями, потом директором в школе, вот, и проработали практически почти 45 лет в школе. И вот сейчас, встречая своих учеников буквально, куда не пойдешь, везде их выпускники, она говорит, я просто, говорит, от концертного зала до похоронного бюро везде, везде мои ученики, и в аэропорту, и в больнице, и вот, ну, везде, и в магазине, куда не пойдешь, везде мои ученики. И я, говорит, даже их не узнаю иногда, но с некоторыми она дружит. Как, допустим, этот из похоронного бюро, который ей сказал, миссис Ошей, я буду последним, кто увидит вас голой. Потрясающе, потрясающе. Вот. У них дочь очень хорошая, очень успешная, очень хорошо вышла замуж, двое великолепных внуков. Мальчик играет в лакросс, ну, это для, спорт для богатых детей, и футбол американский. А девочка играет в волейбол, и она модель. У нее уже контракты, и все, она красавица. То есть вот настолько, вот, понимаешь, люди как бы заслужили вот это счастье, они такие самые хорошие, и всем всегда помогают. Вот как мне бы, я бы не знаю, я бы без нее, наверное, не выжила, потому что я здесь жила первые полгода после того, как я приехала, я даже не знала никого здесь. Да. Русских, понимаешь, мы сначала же, окунаешься сюда, и никакой тут ни сахара, ни шоколад, сначала очень трудно, очень трудно, вот как бы там ни было. Мне кажется, хоть кому трудно, а если особенно еще, вот как бы с мужем-то не сложилось, так вообще хреново. И вот мне просто повезло, что она была вот рядом со мной. И мы вот так вот, понимаешь, 11 лет почти прошло. Да. Вот такой близкий человек. Вот неважно, русский, американский, она лучше многих русских, я так скажу. Много лучше, потому что я это имя слышу каждый раз, когда мы с тобой встречаемся. Вплоть до того, что Ленуське некогда, особенно когда училась, она из ресторана едет и везет еду. Представляешь? Представляешь? Правда, везет еду. А вот ей это надо? Не надо. Вот если у нас, допустим, кто-то там по соседству там, ну, допустим, умрет кто-то или там заболеет, она первая, кто прется из магазина с вот этой едой, говорит, когда же тебе готовить? Вот я вам принесу, я вам все сделаю. А муж ее какой. Вот я приехала, он меня учил водить, водить машину. И я, как бы, водитель-то я, конечно, ужасный, и там даже говорить нечего. Но сдала я на право с первого раза, сразу же, идеально и блестяще. И меня эта тетенька, которая принимала у меня экзамена, говорит, боже мой, кто ж тебя учил, как ты хорошо, молодец, все сделала. Я говорю, вот это вот он. Она говорит, я хочу с ним познакомиться. Это мой сосед. Понимаешь? Да, а он меня туда и привез, чтобы я... Да-да-да, что мы все знали. Ну, я не знаю, почему я так это не оправдала надежда, почему у меня такой плохой водитель. Ленусь, а ты водитель хороший, ты просто боишься почему-то заблудиться. Хотя, когда я за рулем, ты дорогу, знаешь, лучше меня. Ну, я вот, понимаешь, я как-то вот, нет уверенности в меня. Ну, короче говоря, вот так вот. И это люди самые-самые порядочные, самые хорошие, самые добрые. Вот из многих, которых вот я встречала, они всегда помогут. Всегда можно рассчитывать. Мне, что в ней нравится, понимаешь, эта женщина, кроме того, что у нее душа такая замечательная, она еще очень красивая. Красивая. В моем понимании. Красивая, красивая. И она так следит за собой. Вот знаете, каждые две недели она записывается как бы на год вперед. Каждые две недели она ходит на маникюр и педикюр. Зима, лето, неважно. Это же у нас как, педикюр только летом делают? Только летом. Или вообще не делают, понимаешь, многие. Эта женщина, она настолько за собой вот следит, понимаешь. И стрижка каждые шесть недель. Вот она записывается на год вперед, чтобы... И она знает. Вот, девочки, вот это моя школа. Ага, там она не увидится, но тем не менее. Да, да, да. Вот эту школу мы закончили. С благодарностью. Ой, с благодарностью. А как она меня поддерживала, когда эту школу-то заканчивала? Я вот приду к ней, она, Лена, ну как ты там? Я говорю, так что, умираю? Что? Она говорит, ну приходи. Вот, я к ней могу, представляешь, как к русской прийти, чаю попить. Просто заканчаю. И я могу прийти без звонка. Понимаешь, просто постучать вот в дверь. Вот, я не знаю. Но я считаю, что мне очень повезло. Ой, мне повезло с моей соседкой. Как мне повезло? И Джин, ты знаешь, мы вот в прошлом году ездили на хор вместе. Перед Новым годом тоже где-то. Вот, Джин у меня шикарная. То есть, американские подруги... А сколько вот она занимается, Пэдди, сколько она занимается, они же занимаются еще благотворительностью, сколько. Они вот, знаешь, и какую-то там одежду собирают, кому-то чего-то раздают. Вот надо ей это. А вот эту... Потом развозят вот эту еду для тех, кто... Для немощных, для старых, для бедных, для больных. У нас есть такая организация, называется Милсон Виллс. Еда на колесах. Да, да, да. Вот тем, кто сам не может не водить ничего, и денег нету, они вот им еду эту развозят. Каждый понедельник. Но это вот. Садятся и едут и развозят, представляешь? И она, и муж. Лена, а вот... Ну вот что скажешь плохого правительства? У нее же очень много знакомых. Вот я говорю, и учеников сколько, и друзей сколько. И она им всем, значит, когда у них какой-то младенец, где-то в семье там седьмое колено, пятая вода на киселе, кто-то рождается, она... О, у этих вот будет бэби, надо им срочно, значит, начинать мне сделать бланкет. Она звонит этой будущей мамаши и спрашивает, какие цвета будут у нее в комнате для ребенка, потому что здесь у каждого комната отдельная для ребенка. Да, 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 они все это делают, как положено, в одном цвете. Один, значит, начинает. У меня будет оранжевый с черным, потому что мы оба закончили ОСЮ, это наши цвета. Другой там я хочу розовый для девочки, этот голубой для мальчика, этот там темно-зеленый хаки и там защитную там расцветку. Она идет, покупает эти нитки и обязательно делает ребенку ботиночки, одеялка и шапочку с шарфиком. Каждому младенцу, вот она сидит и ковыряется, она говорит, я не могу просто так смотреть телевизор, мне надо вот... Да надо что-то делать, вот и я такая же мне в руках. Еще, что мне нравится у нее, у них, знаете, очень хорошая традиция. Их вот три подруги, они со школы. У всех судьба сложилась по-разному. Понимаешь? Два раза в месяц, по четвергам, второй и четвертый четверг, эти три клюшки собираются и встречаются на ланч. Всю жизнь. Всю жизнь. И вот они настолько вот в жизни друг друга участвуют. И еще, вот Петти, знаешь, у нее есть еще одна подруга, Сюзен, которая очень вообще много занимается благотворительностью. И каждому празднику, когда вот они для неимущих семей собирают какие-то подарки, Петти там дню и ночует, потому что они вот вяжут, вот это связывают, оформляют, все вот это раздают. Она еще там помогает. Она вот везде успевает, понимаешь? Везде успевает. Потом она ходит в больницах, помогает. Потом она ходит детям в школу, читает, учит читать отстающих детей, потому что сейчас она на пенсии. Слушай, а где-то памятник есть, читающий? А это другая. Это мать вот этой Сюзен. Ага, мы про нее потом уже поговорим. Про нее надо просто отдельно говорить. Ее памятник сделали. Памятник сделали. Представляете? Нет, надо сейчас сказать. Эта женщина, ее зовут Дора. Ей сейчас 98 лет, она живет со своей дочерью сейчас, а до этого все жила отдельно. Она никогда не работала в жизни. Муж ее обеспечивал. Но она занималась вот тем, что она приходила в школы и для детей там читала. Каждый день. Представляете? Каждый день. И эта школа, они построили ей памятник. Такой настоящий, медный какой-то. И вот там скамеечка такая, и вот сидит вот эта старушка, и с ней ребенок, и она вот ему читает. Представляешь? А сама она приехала сюда в Америку из Италии в возрасте 9 лет. И совсем, конечно, ни языка, ничего не знала. Но у нее жизнь здесь сложилась великолепно. Она очень хорошо вышла замуж за прекрасного человека, прожила с ней всю жизнь. Потом его в результате, конечно же, похоронила и пережила. И сейчас вот она живет со своей дочерью, потому что... Ну, 97 уже. Уже не может, у нее немножко Альцгеймер уже начинается, и она уже, знаешь, так старенькая, такая немощная. А когда продавали ее дом, Пэдди, вот опять же, принесла мне, Лена, вот на память тебе, значит, от Доры. Помнишь ту маленькую чашечку, из которой Эмили пила у нас? Как для принцессы, вот такая хорошенькая. Это мне досталось от нее на память. И цветок. Сейчас он у меня уже большущий вырос. Вот такие люди хорошие, вот эти американцы. Я тебе даже передать не могу. Да, вот у них учиться-учиться добру и хорошему отношению друг к другу. Доброте и, знаешь, вот, бескорыстию какому-то. Знаешь, у меня девочка поделилась радостью. Она сознательно выбирала мужчину. И она, пока письмо писала, она несколько раз повторяла мою фразу. Ну, как в такого не влюбиться? Ведь мы влюбляемся в человека за то, как он к нам относится. И у меня все равно нашлись люди, которые сказали, дура-дура какая-то. Нашла кого-либо. Заставила сама себя влюбиться. Давайте будем влюбляться в достойных людей. Не надо завидовать. И не надо завидовать. Почему я еще вот этих вот своих американских друзей люблю? Они никогда не позавидуют. Они не завидуют. Они даже не догадаются, что это можно сделать. А что такое чувство-то есть? Я вот у американок ни у одного не встретила, чтобы не то, что даже позавидовал, а что-то плохое сказал про другого человека. Вот я ни у одного не встречала. Вот такого нет. Вот 11 лет. Я не могу сказать, что я очень много работала, и у меня есть возможность вот часами там с кем-то разговаривать. Но была, когда в казино работала, особенно ночами. Там народу-то немного, и мы про что только не говорили ни разу, ни одного слова осуждения. Ни единого слова осуждения. Вот такая нация шикарная. Мне нравится то, что нет. Зависть такое мерзкое такое чувство. Это мерзкое чувство. Искоренять надо и в себе, и в людях, если получится. Да хоть бы каждый в себе. Ну хотя бы каждый в себе. И окружать себя надо людьми, которые тебе не завидуют. Потому что, понимаешь, у тебя будет полно людей вокруг тебя, когда тебе хреново. Они тебя и пожалеют, и посмеются втихаря, и все это, знаешь, что над твоими неудачами. Но когда у тебя все хорошо, тут только держись. Тут только держись. С тобой останутся только те, кто по-настоящему. А у нас у всех все хорошо. Поэтому... Вот и надо среди таких быть, которые тебе не завидуют, и которые так более или менее, знаешь, вот... Ну вот, вот, как Ленуся у нас говорит, всех бы девчонок переселила бы в Америку. Всех бы переселила в Америку. Я хочу, чтобы все жили здесь. И счастливо. И счастливо. И нечему бы было завидовать. А с вами были Галина и Елена. Ну вот, мы ко мне уже приехали. И мы потому что приехали. Сегодня самый лучший день. У нас ремонтируют дорогу. Всего доброго. Пока-пока. Пока-пока.